Этот двигатель, автомобиль, приехал к нам с отсутствием тяги и с плохой заводкой автомобиля. Была померена компрессия, выяснили, что компрессия, ну, очень маленькая. Разобрали, предварительно сняли головку блока цилиндров, увидели, что задраны гильзы и болтаются поршни. Вот, были поменены поршни, двигатель расточен в ремонтный размер, ну, вот сейчас вот собираем мотор. И, как говорится, заключительная фаза – это установка фаз газораспределения. Поскольку, тем более, на моторе присутствует механизм поворота распредвала, ну, тут нужно выставить фазу очень точно. И без спецприспособления тут не обойтись. Спецприспособление тут, собственно говоря, представляет из себя только стопор коленчатого вала и стопора распредвалов. Ну, и натяжитель цепи. Здесь используется для установки валов два приспособления. Одно ставится на распредвал выпускных клапанов, вот оно конкретно. И второе сверху ставится на распредвал выпускных клапанов. И оно не только выставляет валы, но еще и держит валы при затяжке звездочек и механизмах поворота валов. Это приспособление предназначено для преднатяжения цепи, для создания, ну, имитации натяжителя. Если не сделать преднатяг цепи, то, возможно, неправильная затяжка узла поворота вала. Это приспособление нужно для фиксации маховика, ну, и фиксации коленчатого вала. Вставляется оно легко сюда. Это вставляется в маховик, эта часть. А это вставляется в отливку блока.